Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, вас зовут Азава Рекс, и сегодня у меня будет той ревью на... Ну, сегодня будет у меня той ревью, а точнее обзор на броневик. Поехали! Сам броневик появлялся в мире юрского периода. Он был в мире юрского периода, можно было заметить его, а также на нем ездили главные герои. Давайте же поподробнее рассмотрим наш броневик. Так, у него вот здесь на двери есть царапина от какого-то динозавра, возможно, это аллозавр, я не знаю. И вот здесь написано логотип, ну, то есть рисован логотип Jurassic World, и вот фактически уже заезжают вот эти вот остатки когтя на Jurassic World, ну и, короче, тоже здесь есть когти. Предназначение вот этих вот штук я, к сожалению, ребят, не знаю, но, может быть, это такие светилки, я не знаю, ребят. Здесь у нас есть вот такие вот две подставки. Сюда можно поставить человека как на высокую ступеньку, так и на нижнюю. Вот. На самом броневике, вот на передней части, у нас с правой стороны, ну или в крайнем случае слева, если вот так смотреть, написано 0,5. Я не знаю, что это за обозначение, ребят, если кто-то знает, то напишите в комментариях. Вот здесь у нас есть такие светильники, ну, то есть не светильники, а фонарики. Здесь сразу уже понятно, что это. Это для ночи, ну, когда ночью, типа, они включают вот эти фонари, вот, и они светят. Здесь у нас такие вот, как бы, резиновые зеркала, для того, чтобы посмотреть, что сзади у нас. Вот. На этой стороне ничего нету, а если так, то спереди они вот так изображены. А спереди он выглядит реально красиво. Здесь у нас есть вот такие вот, как сетка, только железная. Я так понимаю, вот это вот, вот эти вот синие штуки, это тоже предназначаются как светильники, вот эти вот. Также у нас, конечно, здесь фары есть, вот, фары на обе стороны. Но прикол в том, что они все, они, то есть не приклеены, они наклейки, это все наклейки. Вот. Ну, здесь у нас вот такая вот штука, так сказать. Как бы. Ну, и вот еще тут фары такие. Сам броневик у нас серый. То есть, он вообще в разных цветах, на самом деле. Ну, колеса черные, конечно же, сами шины, точнее. Ну, вообще он сам весь серый. Вот, я не знаю предназначение вот этой штуки тоже. Вот, я не знаю, что это такое. Но здесь опять кто-то поцарапал. Вот, я не знаю. Вот это предназначение, я так понимаю, для динозавров, потому что я видел, что здесь, сюда можно посадить, допустим, блю. Здесь опять же есть вот такие вот две ступеньки, как и верхние, так и нижние. Вот эти вот наклейки обозначают то, что, типа, опасно стоять, если здесь рядом динозавр есть. Вот, так что нужно быть осторожным. Человек также при... Ну, вот, если человек будет стоять, то, в принципе, он вроде бы может ухватиться, если я не ошибаюсь. Также у нас здесь вот такой вот трос веревочный, типа, для того, чтобы вытаскивать что-то, ну, машины, допустим. Вообще, на самом деле, вот в этой кабине сидели герои главные. Но, наверное, они решили сделать так, что динозавр здесь будет сидеть. Ну, здесь может сидеть как и динозавр, так и люди, то есть, если... Короче, надеюсь, вы поняли. С другой стороны у нас то же самое, что и из... Ну, то есть, у нас с правой стороны то же самое, что и с левой, то есть, вот это вот такие... Но прикол в том, что вот эти вот когти порезаны на машине, перенеслись вот... Вот они были сначала здесь, а потом перенеслись сюда. Вот тоже самое, они снова куда-то делись. Также вот на этой стороне морды, ну, от машины, есть большая царапина от когтей. Я так и не знаю, от чьих это когтей. Точно не от эндораптора, я не знаю, ребят. Ну, и, конечно, здесь есть ступеньки, как и на левой стороне. И, конечно же, ребята, большая, ну, оранжевая или даже красная, скорее... Нет, оранжевая, красная, ну, точнее, извиняюсь, все время почему-то красная мне ассоциируется с красной кнопкой. Оранжевая кнопка, которую мы просто не можем не нажать. И у нас происходит такое действие. Да, из броневика у нас вылетает гиросфера. Сейчас. В самом броневике, к сожалению, ничего нету. Нету ни сидений, ничего. Ну, можно просто, если снимаешь, можно просто изобразить, типа, человек сюда входит, залезает и выключает камеру, то есть убирает человечка, и он, типа, сел сюда. Вот, ну, в броневике ничего нету. Здесь есть вот такая вот штука, которая помогает выталкивать нашу гиросферу. Сам броневик вот так вот откидывается. Вот. Ну, можно закрыть. Вот. Но, вообще, этот броневик, вот эта гиросфера выкидывается, как бы, типа, от защиты, что ли. Защита, типа, то, что когда нападает динозавр, такой выкидывается, и оба-на. Нежданчик, как говорится. Сама гиросфера выполнена в своем стиле мира юрского периода, то есть она вот так катается. Катается, вроде все нормально. Вот. Вот, сиденьицы. Сюда можно посадить любого человека. Вот. А эту... Вот эту гиросферу можно открыть. То есть ее нужно открывать двумя руками, как обычно. Но, видите, в чем проблема, как бы, оно... Оно ломается. То есть не ломается, а отпадает, так сказать. Вот. Так что нужно быть поаккуратней. Но сюда можно посадить, к сожалению, только одного человека, прямо как в Лего Джирасик Уорлде, когда там всего одна гиросфера на одного человека. Вот. Ну, а так гиросфера, в принципе, нормальная. Ну, и давайте я еще раз покажу, как вылетает эта гиросфера. То есть вот так. Сейчас мы попробуем сделать так, чтобы она вылетела там прям быстро, но это нужно прям сильно нажать на кнопку. Давайте раз, два, три. Ну, вот. И гиросфера даже подпрыгивает. Ну, то есть вот такая вот довольно большая машина, на первый взгляд. Потом уже привыкаешь к ее размерам, в принципе. Ну, в принципе, как и ко всем этим фигуркам, игрушкам и всякое такое. Также предназначение вот этих вот штук я тоже не понимаю, что это такое. Может, это какие-то тоже тросы. Я фиг его знает, ребят. Вот здесь у нас, в принципе, ничего такого и нету. Только логотип Джирасик Уорлда. И опять же что-то здесь делают, гребаный порез от когтей какого-то динозавра. Здесь, здесь. Вот здесь даже есть. Вот, вот, вот я не понимаю, зачем они вот здесь. Ну, ладно, хорошо. Ладно вот здесь порезы, ладно вот здесь. Но как динозавр пробрался, допустим, какая-нибудь махина пробралась и поцарапалась снизу. Это каким образом вообще? То есть, так, ну вот здесь у нас такая вот штука. Не знаю, что как это назвать. Ну, здесь у нас вот выпускается 2017. Вот. Ну, то есть вот такая вот машина. Сейчас покажу вам ее. Так она выглядит. Ну, вот так вот. Ну, что ж, ребята, это был мой обзор на броневик по миру юрского периода 2. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok